Глава третья. Годовые биоритмы. Тот, кто хочет заслужить действительно и полное признание в искусстве врачевания, должен прежде всего учитывать особенности сезонов года, не только потому, что они отличаются друг от друга, но и потому, что каждый из них может вызывать самые различные последствия. От атмосферных явлений зависит очень многое, потому что состояние организма меняется в соответствии с чередованиями сезонов года. Так говорил Гиппократ. Земля вращается вокруг Солнца не по окружности с центром на Солнце, а несколько ином. Поэтому в начале января Земля ближе всего расположена к Солнцу, а в начале июля дальше всего. В результате расстояние между Солнцем и Землей меняется в течение года приблизительно на 4,8 миллионов километров. Отсюда меняются и два наиболее главных солнечных влияния. Гравитационное и световое. То есть ян тяжелое и инь легкое. Например, годовые изменения, приходящие на Землю энергии в виде тепла и света, составляют 7% особенностей сезонов года и их влияния на организм человека. И было у меня три дворца. Один для зимнего жилья, другой для летнего и третий для дождливой погоды года. И в последнем пребывал я 4 дождливых месяца безвыходно. Так говорил Будда. Смена сезонов года происходит из-за изменения количества энергии, поступающей от Солнца. В дни летнего солнцестояния световой день самый длинный и на поверхность Земли падает максимум солнечной энергии. В дни зимнего солнцестояния Земля, хотя и находится наиболее близко к Солнцу, но подставлена под солнечный поток таким образом, что дни самые короткие и поверхность получает минимум энергии. В дни весеннего и зимнего равнодействия дни и ночи равны. Количество солнечной энергии, получаемое с Землей, имеет средние величины между максимумом и минимумом, что наиболее оптимально для живых организмов и активизирует их размножение. Помимо изменения, получаемого поверхностью Земли с солнечного потока, меняются зависящие от него и другие параметры. Влажность, аэронизация, парциальная плотность кислорода и ряд других. Например, максимум аэроионов наблюдается с августа по октябрь, минимум с февраля по марк. Это, в свою очередь, отражается на активности органов и систем человека. Так как легкие активно работают тогда, когда в атмосфере много аэроионов, то их наибольшая активность и наблюдается осенью. Парциальная плотность кислорода наибольшая зимой в январе, а минимальная в июне-июле. Эти колебания сильно отражаются на работе всего организма, особенно почек. Они наиболее активны в зимний период. Древние индусы и тибетцы весь год, аналогично суткам, разделили на три сезона. Капха, слизь, питта, желчь и вата, ветер. Для того, чтобы быть здоровым и успешно противостоять неблагоприятным воздействиям каждого сезона года, предписывается вести особый образ жизни, питаться пищей, соответствующими вкусами, консистенцией и так далее. Сезон капха характеризуется влажностью и прохладой, то есть сыростью, сезон питта, теплотой и влажностью. А сезон вата противоположен капха, он сухой и холодный. Ввиду того, что у нас климатические условия средней полосы России далеки от тибетских и индийских, я сделал привязку в зависимости от колебаний температуры, влажности и так далее в наших широтах в течение года. В результате у меня получилась следующая диаграмма. Смотрите рисунок. Сезон капха у нас наблюдается дважды в году, весной и осенью. Причем древнерусское название месяца соответствует сущности природных процессов. Весной в сезон капха входят следующие месяцы водолей, апрель, с небольшим захватом протальник, март и травника, мая. Отсюда это месяцы, осенью это месяцы грязник, октябрь, с небольшим захватом листопадника, сентябрь и полузимника, ноябрь. Сезон питта занимает все лето и немного весны и осени. В это время температура плюсовая и довольно таки высокая, более плюс 10 градусов Цельсия. Сущность этого сезона отражает месяц грозовик июль, бурное протекание атмосферных процессов в природе. Сезон вата занимает всю зиму, хмурень декабрь, просенец январь и лютень февраль. А также прихватывает часть последнего месяца осени, полузимник, ноябрь и часть первого месяца весны, протальник, марта. Как правило, в этот сезон температура самая низкая в году, сухо и ветрено. Вот диаграмма трех сезонов года и пояснение к ней. Питта. А. Подъем температуры летом приводит к сильному испарению воды. Происходит интенсификация природных процессов. Само испарение забирает часть тепла, а испаренная вода конденсируется в тучи, которые не пропускают солнечных лучей. В результате в середине периода пита, или по нашему желчи, разыгрывается сильный энергетический процесс летней грозы. Б. На уровне физиологии тела человека. Это проявляется в виде озноба и расстройства пищеварения. В. Рост ракстений стабилизируется. Г. Гравитация солнца наименьшая, что приводит к ослаблению собственной гравитации человека. Капха. Весеннее. А. Весной с подъемом температуры происходит растапливание льда и образуется вода. В это время прохладно и сыро. Б. Начинают расти растения, весенние гоны животных. В. В это время наблюдается простудное заболевание, то есть налицо перевозбуждение жизненного принципа или дошипа аюрведически капха, слизи. Г. Гравитация солнца уравновешена. Капха осенняя. А. С похолоданием происходит конденсирование влаги и выпадают дожди. В это время прохладно и сыро. Б. Семена растины начинают прорастать. Созревает второй урожай. Осенний гон у животных. В. Опять возрастает простудное заболевание. Г. Гравитация солнца благоприятствует всем жизненным проявлениям. Вата. А. С понижением внешней температуры происходит кристаллизация воды. Все высушивается от ветра и холода. Внешние факторы приводят к перевозбуждению жизненного принципа вата, то есть ветра. В. Вся растительная жизнь прекращается. Организмы человека находятся в наиболее неблагоприятных внешних условиях. В. Сильнейшие сжатия от солнечной гравитации и внешнего холода приводят к разнообразным спазмам в организме. В. Прострелы, инсульты, инфаркты, ригидность, тугоподвижность и т.д. Часть болезни проявляется остро в виде резкого подъема температуры. Каждый из вышеуказанных сезонов способствует тому, что в период их активности особенности сезона передаются в организм. Так, под влиянием активности сезона капха, холод и сырость постепенно накапливаются в организме и начинают мешать его нормальной жизнедеятельности. Это проявляется рядом патологических признаков, которые описаны в разделе «Конституция человека» первого тома книги «Целительные силы». В сезон питта духота и жара накапливаются в организме, а в сезон вата сухость и холод. Часто бывает так, что ранее накопленная организмом в сезон капха сырость переходит в следующий питта или вата, налагаясь на неблагоприятное накопление этих сезонов жары или холода. В результате этого возникают ложные заболевания, от которого избавиться гораздо труднее. Например, обычная простуда весной и летом дает осложнение в виде воспаления легких. Простуда осенью-зимой выражается в сухом плеврите, ибо все симптомы перемешиваются, а патогенные начала слизи, желчи и сухости, то есть обезвоживания, появляются в местах, не свойственных им. Чтобы предотвратить вредное влияние сезонов года на организм человека, народная мудрость предписывала следовать системе профилактических мероприятий с целью удаления из организма излишков слизи, желчи и сухости. Из чего складывается эта система профилактических мероприятий? Первое. Очищение организма. Панча, карма, айурведистов. Пять. Назначение тибетцев. Система постов у славянских и мусульманских народов. Второе. Введение каждый сезон определенного образа жизни в сезон капха, когда кругом сыро и прохладно, жить в теплом и сухом помещении, побуждать себя к активному образу жизни, препятствующему накоплению слизи в организме. В сезон пита, наоборот, находиться в прохладном, проветриваемом помещении, распылять освежающие ароматы, физически сильно не утруждать себя. В сезон вата, когда сухо и холодно, греться у огня, посещать влажную парную, натирать тело маслом, оливковым или топленым сливочным, чтобы организм не обезвоживался и сохранял тепло. Третье. Прием определенной пищи. В сезон капха, это сухая, теплая еда, сдобренная разогревающими специями, позволяющими предотвращать накопление слизи в организме человека. В сезон пита, прохладная, водянистая пища, без специй, кислого вкуса, которая способствует сохранению организма влаги и предотвращает его перегрев. В сезон вата, горячая, водянистая, жирная пища, сдобренная разогревающими специями, например, наваристый борщ или суп, сало с горчицей и так далее, которое не дает организму охладиться и терять влагу. Конечно, это наиболее простая рекомендация в питании, позволяющая просто противостоять вредным влияниям сезонов года. Натуропатические рекомендации в области питания несколько отличны от сложившихся традиционных и изложены в первом томе книги целительной силы в разделе «Питание по сезонам года». В этих рекомендациях, помимо вышеуказанного свойства противостоять вредным воздействиям сезонов года, учтены благоприятные воздействия на органы пищеварения. Так, например, если питаться обыденно, наваристый борщ с хлебом, салом, луком, горчицей и так далее, то к концу зимы в организме обязательно скапливается много слизи. Великий пост и служит для того, чтобы постной пищи, а лучше голодом, удалить ее из организма при питании натуропатическим. Продукты не дают такого обилия слизи и голод в это время будет помимо очищения больше способствовать нравственному совершенствованию человека. Итак, мы с вами разобрали мероприятия, которых необходимо придерживаться постсезонно. Те, кто выполняет их регулярно, систематически, на протяжении всей жизни, получают огромное преимущество продления жизни, творчества и самореализации. Например, люди со слабым от природы здоровьем, Поль Брех, Микулин, Аракелян, Катлерол, намного опередили своих ранее здоровых, красивых сверстников в юности и зрелом возрасте, но угасших преждевременно вследствие безалаберной жизни. Сезонная активность органов и функций человеческого организма. Сезоны года из-за изменения дневного и ночного промежутка времени, то есть поступления количества энергии от Солнца и действия силы тяжести Солнца-Земля-Луна, оказывают существенное влияние на активность 12 энергетических каналов, а через них на функционирование органов, связанных с ними. Так, чем больше световой день, тем мощнее работа каналов и органов с ним связанных, работающих светлое время суток. Чем длиннее ночь, тем мощнее работают каналы темного времени суток. Современная медицина статистически подтверждает наличие этого факта без описания механизма влияния. Так, разрыв сердца наступает чаще всего в январе ночью. Пик инфаркта миокарда наблюдается в период с поздней осени до зимы, а минимум указанной патологии наблюдается в августе-сентябре. По данным, доденоскопии, воспалительные изменения слизистой оболочки желудочно-пищеварительного тракта наименьшие летом в начале осени, а наибольшей зимой и в начале весны. Масса новорожденных наибольшая от 3,40 кг до 3,120 кг в январе, феврале, марте, в июле, июне, августе наименьше 1940-3060 г. Наличие вышеуказанных феноменов объясняется А. Колебаниями потока солнечной энергии И. Б. Колебаниями гравитационного воздействия Солнца Так рассмотрим случай инфаркта миокарда в январе. В это время, ночью, на человека действует наибольшая сжимающая гравитационная энергия Солнца, Земли, а если новолуние, то и Луны. В результате этого у человека с зачерствевшими от зашлыковки тканями теряется эластичность мышц, и они просто рвутся под действием кровяного давления, либо не дают полноценно течь крови, в результате чего отмирают участок мышцы сердца. Минимум этих заболеваний происходит на лето, потому что ткани максимально расширены и нет никаких препятствий для полноценного кровотока. Рождение детей с наибольшей массой зимой можно объяснить все постепенно нарастающей гравитацией плода, который из них помогает увеличивающаяся солнечно. В результате этого совместного воздействия гравитационное поле ребенка может удерживать вокруг себя больше веществ, чем летом, когда гравитация от Солнца минимальна. Уже из этих влияний сезона года можно делать прекрасные практические рекомендации. Например, женщинам, у которых родовые пути маленькие, узкий таз и так далее, можно рекомендовать рожать детей летом. А рождающие детей с низким весом приурачивают роды к середине зимы. После такого небольшого отступления, введения, вернемся к активности органов и функции человеческого организма в различные сезоны года. Так, в Джудши имеется следующее описание активности органов в различные сезоны года. 3 весенних месяца сезон роста трав, деревьев, соков древесных и набухания почек. Ртаба, нахпо держат меру времени. В этот сезон начинают петь жаворонки. 72 дня дерево печень усиливает свой пульс. Как голос жаворонка, он тонок и напряжен. Остальные 18 дней усилен пульс земли селезенки. В 3 летних месяца распускаются листья, начинаются дожди, сага, сион, чху. Стот держит меру времени. Слышно пение кукушки царицы пернатых. 72 дня огонь сердца усиливает свой пульс. Как голос кукушки, он толст и протяжен. Остальные 18 дней усилен пульс земли селезенки. 3 синих месяца сезон созревания злаков, плодов, гром, бжин, хурус. Стот дуйбд держит меру времени. В воздухе слышен шум крыльев птицы урба. 72 дня железо легкий усиливает свой пульс. Как голос птицы бьет по, он краток и резок. В остальные 18 дней бьется пульс земли селезенки. 3 зимних месяца сезон замерзания почвы и воды. Смин, друг, мро, геал держат меру времени. В воздухе разносится рев черных оленей. 72 дня водопочки усиливают свой пульс. Как голос птицы дхин-хрин, он мягок, тягуч. В остальные 18 дней усилен пульс земли селезенки. В этой поэтической форме заключена основная тайна мироздания, а именно порядок построения основы всего пространства и циркуляция в этом пространстве энергии. Кратко опишу этот порядок. Первое пространство четырехмерное. Первокирпичиком четырехмерного пространства является четырехугольная пирамида с равными гранями. Постройте ее из такого плоского рисунка, который дан в книге. В результате построения у вас получится такая пирамида. Второе. Теперь на гранях этой пирамидки построите еще по одной такой же. В результате такого построения у вас получится фигура, состоящая из пяти равных пирамид, в центре которой оказалась первая пирамидка основа. Так вот, центральная пирамидка это и есть первоэлемент земля, дающий основу и находящийся в центре, а на гранях четыре других. Дерево, огонь, металл и вода. Графически на плоскости это выражается так. Смотрите рисунок. Рисунок первоэлементов в пространстве 12-гранник, но объемное построение, как я вам указал, гораздо информативнее. Фигура, состоящая из пяти пирамид, позволяет понять связь пяти первоэлементов, 12 каналов, 8 особых накопительных каналов, время работы каждого первоэлемента, а также связанных с первоэлементом органов. В этой фигуре 12 граней, то есть каналов, по которым течет энергия, 8 углов, в которых эта энергия собирается, то есть чудесных меридианов. Одна пирамидка состоит из 720 градусов. Четыре треугольника, умноженное на 180 градусов. Вот откуда число 72. Общее количество пирамидок 5. Вот полностью 360 градусов. Поэтому энергия циркулирует в данной фигуре следующим образом. Обходит четыре грани одной пирамидки, например, дерево за 72 дня. Переходит через одну грань центральной пирамидки земля за 18 дней. И входит в следующую пирамидку огонь, циркулируя по ней также 72 дня и так далее. Так вот, человеческий организм, как пространственное образование, построен по этому же принципу. Принцип или закон подобия. И энергия в нем циркулирует также. Обводит ее в тот или иной первоэлемент гравитационная энергия. Летом она тянет центр тяжести нашего тела вверх, юг, активизируется сердце, стучит пульс. Зимой тянет вниз, север, активизирует почки. Весной тянет направо, восток, активизирует печень. И, наконец, осенью тянет налево, запад, активизирует легкие. В промежутках, то есть через 72 дня активности того или иного первоэлемента и связанного с ним органа, по 18 дней она проходит через центр, активизируя селезенку, поджелудочную железу и желудок. То есть эти органы находятся в центре тела. Эта теоретическая предпосылка является руководством, что нам делать в периоды активности сердца, легких, селезенки, печени и почек. А от чего воздержаться? Вначале конкретно разберем, как находить периоды активности органа в течение года. Для этого необходимо воспользоваться восточным календарем. Начало года у них варьирует от 20 января до 20 февраля и привязывается к новолунию, когда солнце вступает в созвездие Водолея. Вот даты наступления нового года по восточному стилю. 1994 – это 10 февраля, 95 – 31 января, 96 – 19 февраля, 97 – 7 февраля, 98 – 28 января, 99 – 16 февраля, 2000 – 5 февраля. От этих дат отсчитываете 72 активности дерева печени, прибавляете к ним 18 дней активности земли, селезенки и так далее. Например, вот как распределилась активность органов в 1993 году. Новый год по восточному календарю начался 22 января. К этой дате прибавляем 72 дня и получаем 3 апреля. Значит, печень и желчный пузырь была активна с 22 января по 3 апреля. 3 апреля прибавляем 18 дней, получается 21 апреля. Значит, селезенка, поджелудочная железа, желудок была активна с 3 апреля по 21 апреля. Далее, процесс прибавления повторяем и получаем. Сердце, тонкий кишечник активна с 21 апреля по 2 июля. Селезенка, поджелудочная железа, желудок со 2 июля по 20 апреля. Легкий толстый кишечник с 20 июля по 30 сентября. Селезенка, поджелудочная железа, желудок с 30 сентября по 17 октября. Почки, мочевой пузырь с 17 октября по 29 декабря. И селезенка, поджелудочная железа, желудок с 29 декабря по 15 января. Вот так приблизительно можно узнать о наступлении активности того или иного органа. Более точно это определяется по пульсу соответствующей точки и по 27 знакам лунного зодиака. Но это несущественно, я вам сказал то, что надо. Практические рекомендации из всего вышеуказанного состоят в следующем. Первое. Наиболее благоприятное время для лечения какого-либо органа это время его наивысшей активности в году. Второе. Профилактически поддерживайте свои слабые органы в противоположные активности периоды. Например, сердце поддерживает зимой, почки летом, печень осенью, легкой весной. Третье. Очищение или восстановление органов проводите в самые активные для них периоды. Для печени это весна, для сердца летом, для почек зима, для легких осень, для желудка в межсезонье. Четвертое. Никогда не стимулируйте сильного от природы органа, потому что по закону антагонизма он будет еще более угнетать противоположные слабые. Например, стимуляция почек зимой еще более угнетает сердце. И наоборот, стимуляция сердца летом будет еще более угнетать слабые почки. Это же относится к печени и легким. Если теперь в свете всего выше изложенного приступать к восстановлению органов, как рекомендуют болотов, то надо выбирать время, наиболее благоприятное для этого, для сердца лета и так далее. Если подходить без учета этого, то по закону антагонизма будет укрепляться совсем другой орган. Если зимой восстанавливать сердце, то укрепите противоположный орган почки, так как они энергию в это время тянут к себе. Лично я посоветую вам такой порядок для полноценного восстановления того или иного органа. Первое. Капитально очистить свой организм. Без этого на полноценное восстановление чего бы то ни было рассчитывать бесполезно. Как чистить организм, рассказано в первом томе книги «Целительные силы». Второе. Выбрать благоприятный период года, совместить его с янской фазой лунного месяца, первой или третьей, приступить к самой процедуре во время максимальной активности органа, который хотят восстановить. Другими словами, вам надо сознательно совместить три фактора наивысшей активности – годовые, месячные и дневные. Вот тогда у вас все пойдет, как по маслу. Например, восстановление печени в 1993 году. Наиболее активна печень с 22 января по 3 апреля. Как только на деревьях началось движение соков, например, березовый, это наиболее благоприятный момент, который обычно происходит в марте. С 20 марта по 27 идет янская неделя. Организм стремится сжаться и все тянется вглубь. Для нашей цели особенно подходят 23-26 числа марта. Именно в эти дни мы с вами делаем болотовские процедуры и получаем максимальный эффект. Пример очищения печени в 1993 году. Для этого нам особенно подходит вторая фаза лунного цикла, которая длится с 27 марта по 3 апреля. Для чистки наиболее хороши дни с 28 марта по 1 апреля, значит 28, 29, 30. Делайте хороший общий прогрев организма при помощи бани, горячих ванн. А 31 марта осуществляйте саму чистку. Об эффекте будете судить сами. Вот таким образом необходимо поступать во всех случаях, выбирать наиболее благоприятное время года, сезон в смысле активности органа, а в нем лунную фазу, а в ней день, а в дне время. Вся магия, в том числе и здоровье построена на этом. Заключение. Мы с вами рассмотрели самое главное положение оздоровительного процесса – учет биоритмов. Биоритмы были разобраны с нескольких сторон. Выявлены внешние водители ритмов дневного, месячного и годового. Отражение этих ритмов на клеточном, энергетическом, функциональном и целостном уровне человеческого организма. В результате этого исследования мы с вами имеем карту страны здоровья, по которой можно смело шагать и не бояться заблудиться или упасть в яму разочарования. Знания дались автору ох как нелегко. В различной литературе имелись лишь намеки на это, но не было целостной картины нигде. Потребовалось 12 лет, чтобы этот труд появился перед читателями. Право на приоритет в этой области медицинских знаний принадлежит и мне, автору. И все, кто будет использовать данный труд, не только для собственного оздоровления, должны прежде всего согласовать это с ним. Иначе их труд будет считаться плагиатом. Ну в смысле, если кто-то будет что-то писать. А так используйте и получайте здоровье. Мне слышится, лично мне слышится. Пиши просто и ясно, чтобы все поняли. А о том, насколько это удалось автору, будете судить вы, мой дорогой и любимый читатель. Я хотел бы иметь обратную связь с вами. Пишите мне, что вам не ясно, что надо разобрать, какую тему осветить в первую очередь и так далее. Это поможет в дальнейшем выпустить книгу еще лучше. Поучайте меня, не стесняйтесь, ведь я, в сущности, вечный ученик, так же, как и вы. Человек, но который осознал, что он Божье проявление, которому подвластно все. Но необходимо знание и желание совершенствоваться. И наука беритмология очень способствует этому.